Виктория Крокус Так как в следующем видео будет как раз таки о покупках из магазина Фикс Прайс Там я все подробнее покажу Сегодня будет такое поверхностное, кто смотрит только мои канцелярские видео Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного просмотра Я сразу хочу всех из вас предупредить, что обязательно смотрите мое видео о покупках канцелярии следующей Оно выйдет у меня в июне, может быть ближе к середине, к моему дню рождения Так как мне идет очень классная канцелярия, кое-что с Алиэкспресса Кое-что я заказала в интернет-магазине с канцелярией из Европы Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики Еще помимо этих видео у меня выйдет много-много видео о канцелярии, все что захотите И сегодня я начинаю на своем канале новый конкурс Этот конкурс на творческий блокнот, который называется узор на кожуре банана Сначала хочу вам показать сам блокнот Он внутри очень красочный Здесь присутствуют различные цитаты Здесь вы сможете записывать свои мысли Помимо этого блокнота я еще вам положу письмо от себя И какие-либо наклейки, канцелярию, стикеры В общем, все как всегда Один главный приз и еще много мелких Итак, что нужно сделать для того, чтобы поучаствовать в моем конкурсе Это быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео Написать любой комментарий Итоги конкурса я подведу 10 июня Обязательно участвуйте Будет один победитель И следующий конкурс, сразу скажу Кому интересно, будет на 200 тысяч подписчиков Он будет крупный на несколько победителей Итак, давайте уже приступим к покупке Купила вот такой вот блокнот, но не себе, а в подарок Тут различные достопримечательности Лондона Всякие телефонные будки И даже есть изображение королевы Стоил он 460 рублей Насколько я знаю, 112 листов путешествия по Лондону Внутри у него вот такие вот цветные красивые листочки И красивый форзец Такой вот у меня есть блокнотик с совушками И у него тоже разные цветные листки Но тогда, 3 года назад, я его купила за 260 Теперь же они подорожали в 2 раза Закладочки сделаны в 2 цвета Бордовая закладочка и синяя У меня же желтая и голубая Купила на Алиэкспресс новый скотч Скотч очень красивый, с ананасами розовый Еще, по-моему, такой существует Желтый, голубой Но мне хотелось именно такой 64 рубля он на Алиэкспресс стоит Тут очень большая намотка Для оформления личных дневников, скетчбуков Очень красивый скотч И, по-моему, такие есть уже у всех Также с Алиэкспресс вот такой вот пенал я получила Я вам его уже показывала Но покажу еще раз, кто смотрит только покупки канцелярии Это в виде пакета молока Еще такой же был в виде сока Крутой пенал, мне он так нравится Лежит у меня на столе С цветными ручками И внутри у него мягкая бархатная подкладка Стоил 130 или 140 рублей Недорого С Алиэкспресс мне дошли закладочки для книг Эти закладки мне пришли примерно за 2 недели, наверное Там было 3 набора на выбор Разные ягодки, фруктики Мне прислали этот набор на выбор продавца Тут ананас, яблоко, слива, груша и виноград Стоили они 80 рублей Так как я уже рассказывала, я коллекционирую все закладки Специально искала на Алиэкспресс Очень красиво заказала несколько наборов Но подошли пока только эти Хорошие магнитные закладки Ничего более сказать не могу Мне понравились В Читая городе за 100 рублей Я купила себе закладку для книг новую У меня уже есть одна такого же типа На резиночке с Лондоном И я поняла, что для меня это самый удобный вид закладок То есть мне не нравятся так сильно магнитные Обычные пластиковые закладки Как вот такие вот У меня это с енотиком Тут он с печеньками, с этличками Из плотного картона сделана сама закладка И с оранжевой резиночкой Все мои до этого закладки были с красной резиночкой Закладка с Лондоном с красной резиночкой Она у меня и сейчас есть Тоже в хорошем состоянии Но это я на смену взяла Закладка для книг на резинке Вот так вот она одевается Сейчас вам тоже покажу Сейчас я вот такую книгу читаю Сегодня у нас, кстати, 7 мая Я уверена, что я выложу это видео позже И уже буду читать другую книгу Вот так вот вкладываете закладку там, где читаете И обтягиваете резинкой Сегодня я получила посылочку от издательства Манн Иванов и Фербер Они мне прислали несколько раскрасок И разных интересных творческих книжек Мне не терпится их вам показать Потому что они мне очень понравились Итак, сначала давайте просто пробежимся Потому что же мне тут пришло Это раскраска кеда и кроссовки Дудлмания Отсюда туда книга лабиринтов От точки к точке Головоломки для рисования и раскрашивания Гаррет Мур Более 30 тысяч точек Она мне очень понравилась Я когда увидела, сразу же ее выбрала Импрессионисты Первая часть картины по номерам И вторая часть Теперь давайте я вам все буду рассказывать по порядку Более подробно Думаю, вам будет интересно Ссылочки, кстати, на все эти книги Где их можно приобрести Я оставлю внизу в описании Кому интересно, переходите, смотрите и приобретайте 20 картин величайших художников-импрессионистов Для раскрашивания по номерам Тут у меня есть часть первая Я боюсь ошибиться в произношении фамилий В первой части вот такие вот И во второй части вот такие художники Начнем с первой части Я надеюсь, что я ее даже пораскрашиваю сегодня в видео Я специально себе уже заказала новые карандаши цветные Хорошие, надеюсь, что они будут 72 цвета Чтобы мне было удобнее раскрашивать в этой раскраске Но карандаши мне еще не пришли Тут такие картины Введение Начинается все с инструкции Можно раскрашивать красками Тут написано, что нам понадобится Чтобы вам было удобно, нужно правильно организовать рабочее место Приготовьте все необходимое заранее, чтобы потом не отвлекаться Если красками, то нам понадобится гуашь Это самые подходящие краски для этой раскраски Кисти Круглые, плоские, разной толщины И также практические советы есть Но я буду раскрашивать карандашами, потому что краски гуаши это совсем не мое И вот советы, кто будет раскрашивать карандашами Возьмите профессиональные карандаши для художников Они гораздо мягче, можно будет смешивать цвета, добиваясь более ярких и нежных оттенков Точилки и эластики Перед каждой картиной Перед тем, как раскрашивать У нас есть вот такие вот советы И инструкция, какие цвета нам будут необходимы То есть вот такие И также уже второстепенные цвета, которые мы можем смешивать Из того, что у нас уже имеется Если же у вас большая палитра цветов Например, в карандашах, как у меня 72 цвета То смешивать вам вряд ли придется И вы сможете брать уже просто вот такие вот готовые цвета С левой стороны у нас сама картина Которую мы будем раскрашивать И вот с правой стороны мы можем уже начинать Как вы видите, тут очень мелкие части Работа будет достаточно кропотливая и тяжелая Но интересная То есть это уже нельзя назвать детским творчеством Это такое уже более для взрослых людей Мне кажется, что даже мне будет это тяжело раскрашивать Но я попробую, конечно И все так же дальше продолжается То есть перед каждой картиной необходимые цвета И все выглядит в одном и том же стиле У меня были картины по номерам Но это было не по великим художникам Просто какие-то собачки, русалки Но это прям вообще интересно Во второй части все то же самое Но там другие картины То есть вы можете выбрать вам, какие картины больше нравятся В первой или во второй части Мне больше нравятся картины во второй части Потому что тут есть Ван Гог Все точно так же И сейчас покажу вам картины, которые имеются во второй части Далее, что мне тоже очень понравилось Это 30 уникальных головоломок от точки к точке Это тоже очень интересно Тут все совсем просто Так же, как у меня в детстве были такие разные лабиринты, головоломки Там нужно было соединять один к двум, два к трем и далее, 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 далее Тут просто нужно брать разные цвета То есть там, где голубым, там нужно соединять точки голубым цветом Тут рыжим, черненьким И получится в итоге вот такая вот лисичка И на последней странице Есть уже готовые примеры То есть то, что у нас в принципе должно получиться Самое главное, что картины очень красивые Мне нравится Покажу, что еще есть Достаточно крупные уже обозначенные цифры Будет легко Потом у меня есть дудлмания Я помню, что были такие раскраски антистресса Но, по-моему, это какая-то другая часть Не самая обычная раскраска для взрослых Ну и дудлов, я думаю, все из вас знают Я к такому спокойно отношусь Но знаю, что есть прям фанаты подобных раскрасок Мне больше нравится раскрашивать что-то более реалистичное Какие-нибудь растения, цветы, животных Это прям такое странное Расслабьтесь, отвлекитесь И откройте новые галактики дудлов Возможно, я попробую себя в этой раскраске Может быть нет, может быть разыграю Следующее, что мне пришло Это раскраска кеда и кроссовки Создать свою уникальную модель 100 самых популярных пар кеда и кроссовок Всех времен от 18 ведущих брендов Adidas, Converse, New Balance, Nike Можно раскрашивать, декорировать, улучшать Каждый из них указан бренд, модель, тип и дата первого выпуска Все они стали особенно успешными Повлияли на рынок спортивной обуви Или вошли в историю благодаря новаторскому дизайну Книга понравится всем фанатам кед и кроссовок Я очень люблю различные кеды и кроссовки Особенно Nike и Adidas Converse мне тоже нравится, но у меня их сейчас нет Наверное, я себе их скоро приобрету Но не об этом Что из себя представляет раскраска С одной стороны, тут кроссовок Или кед Вот, например, фирма Nike Модель Challenge Court Год выпуска 1984 Тип для тенниса Раскрасила и дата Я вообще люблю различную красивую обувь Спортивную Количество разных кроссовок Очень красивых И мне очень хочется их раскрашивать Субтитры сделал DimaTorzok Отсюда туда книга лабиринтов Неспешной прогулки по улочкам Малеем тропинкам Шон Джексон Внутри у нас лабиринты Как вы уже можете понять Очень много лабиринтов Тоже, опять-таки, в детстве Вот этим всем я очень любила заниматься Сейчас, не знаю Я как-то позабыла уже, как это делается Тут у нас старт И внизу финиш И нам нужно добраться от старта до финиша Из магазина FixPrice я купила Вот такие вот ножнички Они были в отделе рукоделия Очень хорошие ножницы острые И недорогие Черные с желтым Понравились Хороший блок стикеров Так как они мне нужны всегда Они у меня лежат на столе Цветные, розовыми уже начала пользоваться Также есть зеленый, желтый, голубой и оранжевый Все цвета неоновые Поверхность удобная Любая ручка пишет на ней Также я купила свои любимые скотчи С блестками И вот такие с узорчиками Тут звездочки всякие Еще я купила вот такие Типа акварельные фломастеры Фломастеры краски Совсем они мне не понравились Оказались просто бесполезными Наполовину засохшие Ими не получается ни рисовать, ни писать Я заказала с Алиэкспресс очень хорошие Они мне как раз-таки Совсем скоро должны прийти И покажу их в покупках в манцелярии Это было все видео Надеюсь, оно вам понравилось Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Ждите следующих моих покупок Они будут очень интересны Всем пока!